Томат розовый слон Сто пудов, амурский тигр, медовый гигант, это фирма Элита, сибирские бананы, фирма Сибирский сад, перцевидный оранжевый, затем шоколадный, это тоже фирма Элита и золото Востока, восточный деликатес. Вот эти томаты мы сегодня с вами будем высевать. Как подготовить семена томатов, об этом есть отдельное видео. Оно уже загружено на ютюбе, на моем канале и вы можете его посмотреть. Сегодня же я расскажу именно о нюансах посева. Очень люблю вот такие емкости, они очень удобные. Я их хорошенько вымыла, продезинфицировала марганцовкой, раствором марганцовки, таким сильным раствором. Мы эти емкости будем заполнять грунтом. Грунт я использую Карио, фирма Карио. И он предназначен для выращивания рассады томатов и перцев. В грунт я в обязательном порядке добавлю вермикулит. Вот он у меня, большая такая расфасовка. Для того, чтобы почва была воздуха и влага проникса. Сейчас я наполнила вот эту емкость почвогрунтом с добавлением вермикулита. И семена у меня уже обработаны. Обработаны по той инструкции, которую я давала в предыдущем видео. Проливать почвенный слой мы с вами будем с раствором фитоспорина. Добавляем его. И такой, чтобы он был светло-коричневого цвета. Светло-коричневый. Легонечко проливаем. Вода у нас горячая. То есть, для того, чтобы немножечко обеззаразить нам почву, я налила фитоспорин в горячую воду. Приблизительно 60-70 градусов. Что мы делаем дальше? Когда вода остывает, мы с вами начинаем заниматься посевом непосредственно семян. Ну, вот здесь у меня томат, розовый слон. На примере этом я вам покажу, как необходимо сеять семена. Семян здесь, ну, достаточное количество. 0,1 грамм. И для того, чтобы нам посеять правильно, мы немножечко уплотняем почву. Для того, чтобы не было перетекания семян с одной стороны в другую. Для того, чтобы им было места больше для роста. И вот такой шпажечкой мы проделываем очень аккуратненько небольшие такие вот длинные углубления. Эти углубления нам необходимы для того, чтобы ровненько разложить наши семена. И не перепутать нам сорта и гибриды. На каком расстоянии? Значит, рядочки находятся на расстоянии приблизительно сантиметра 3-3,5. Раскладываем семена. Я вам с этого края покажу. Семена у томатов достаточно мелкие. В отличие от перцев. Поэтому не знаю, будет вам видно. Расстояние от семечек сантиметра 2,5-2 можно. В зависимости от того, сколько у вас места. Раскладывайте семена. Семена, где сделали пропуск, там досеваете. И после того, как семена у вас разложены, вы водой не проливаете. Для того, чтобы не заглубить их очень далеко от поверхностного слоя. Затем можно семена присыпать грунтом, тем же, которым мы пользуемся. Но можно также присыпать и вермикулитом. Я буду присыпать грунтом. Добавляю сюда вермикулит. Хорошенечко перемешиваю. И присыпаю тот рядочек, в который я посеяла. Присыпать надо слоем где-то 0,7 сантиметра, 1 сантиметр. Для того, чтобы, когда у вас появятся петельки, для того, чтобы они хорошо сбросили вот этот поверхностный слой семечка. Легонечко, буквально чуть-чуть-чуть прижимаем, чтобы было плотное соприкосновение почвы с семенами. И уже затем теплым, негорячим раствором, ну, градусов 28-30, начинаем опрыскивать наши семена. Опрыскиваем хорошо, потому что почву мы проливали умеренно. Этого достаточно. Точно так же мы начинаем сеять следующие семена. Ну, например, допустим, перцевидный. Томат перцевидный оранжевый. Точно по такому же принципу. После того, как вы семена посеяли, вы прикрываете их крышкой. Крышка прозрачная, очень удобно. И вот здесь вот есть очень хорошие такие отверстия по бокам крышки. Это дает возможность проникать туда воздуху. И испарения, которые будут образовываться, они легко будут уходить из этой емкости. И обязательно не забудьте вот на боковой стороне подписать номер сорта или же название сорта или гибрида. Ставим на теплый подоконник. Их температура для семян томатов должна быть приблизительно 24-25 градусов по Цельсию. При такой температуре семена достаточно быстро взойдут. Ну, тем более, что это семена томатов, которые значительно быстрее сходят, чем те же перцы. Вот, пожалуй, такие нюансы, о которых вы должны знать. Ни в коем случае не переливайте свои томаты. Периодически опрыскиваете томат, почву и взошедшие томаты раствором фитоспорина. Можно также добавлять марганцовку сборной кислотой. Тоже неплохо, но часто ей пользоваться не надо, потому что марганцовый кислый калий, он немножечко подкисляет почву. А томаты кислую почву не очень-то любят. Смотрите за температурным режимом ваших семянцев и, конечно же, не переливайте во избежание черной ножки. Кроме того, хотя бы через раз проливайте раствором фитоспорина. Это будет полезно для ваших томатов и ваши томаты будут прекрасно себя чувствовать. Вы можете нажать, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить палец вверх. В обязательном порядке комментируйте. Буду очень рада.